Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях молодой сотрудник ВНИЕФ. Ему всего лишь 22 года, Артём Вшивков. Но он нам интересен потому, что уже является двухкратным вице-чемпионом России по, ни за что не догадаетесь, по рыболовному спорту. Итак, вот с этого и начнём. Артём, сразу тебе первый вопрос. Почему ты стал заниматься рыбалкой и как вообще пришёл в этот вид спорта? – Здравствуйте, Иван Иванович. Рыбаловным спортом я стал заниматься в 2017 году. Скажем так, в 2017 году у нас стала развиваться Федерация рыбаловного спорта в городе, куда меня как раз-таки привлекли, причём очень даже случайно это получилось. Я пришёл в рыболовный магазин к своему товарищу, и он мне говорит, «Артём, вот смотри, возьми брошюрку, да, если тебе будет интересно, почитай и позвони по этому номеру». Я прочитал, думаю, ну, надо позвонить. Как раз-таки в Федерации стали у нас заниматься Фёдор Якушев и его супруга Юлия. Я позвонил, договорился о встрече, у нас проходили собрания рыболовные как раз-таки на площади в пиццерии. И меня это затянуло. То есть люди идейные, людям интересно это. Именно не просто как любительская рыбалка, а именно как даже спорт. Я не знал никогда, что такое спортивная рыбалка, никогда не вдавался в это. Но когда люди мне стали об этом рассказывать, что, Артём, там можно выигрывать хорошие призы, можно действительно как-то поучаствовать в соревнованиях, показать своё мастерство с другими людьми, то есть посоревноваться. Вообще мне всегда в жизни были интересны соревнования. Я раньше когда-то занимался плаванием много лет, потом ушёл из этого спорта и подумал, почему бы мне не стать заниматься рыбалкой. Рыбалку меня привлёк отец. Именно с юного возраста, наверное, у большинства наших телезрителей, да, именно отцы являлись теми прародителями рыбалки. Да, когда ты идёшь с папой на рыбалку в юном возрасте, берёшь эту бамбуковую удочку. Я начинал с бамбуковых удочек, честно. Я ещё застал это время, когда были бамбуковые удочки. Я ходил и с папой, и с дедушкой, даже с бабушкой ходил на рыбалку. И мне было это очень интересно, это очень увлекательно. Опять же, это, конечно, приобщение к природе. С природой надо контактировать всегда. Меня приучали к тому, что всегда, чтобы был порядок, да. Природа – это красота. Мне очень нравится, когда ты приходишь, слышишь пение птиц. Опять же, когда с тобой находится рядом родной, близкий человек, и он тебе показывает как раз, как надо правильно себя вести по отношению к природе. Это самое главное. Да, очень верно. А вот рыбной ловлей приходилось заниматься-то в нашей округе, в Сарове, в ближайшей округе или где? Для начала, да, конечно же, я был маленьким. Мы ходили и на Кремешки, там, с отцом и с дедушкой, и на нашу речку Сатис. У нас, кстати говоря, очень великолепная река, живописная река. Мне очень нравится наша речка. И вообще наш город, он очень красивый. И, как многие считают, да что вы поймаете в нашем городе? В нашем городе очень много рыбы, на самом деле. И различные рыбы. Ну, какие, например? Ну, например, даже есть осетровые. Да? Да, даже есть осетровые. Откуда? Наша река Сатис соединяется с мокшей. В мокшей есть осетровые виды рыб. Осетровые, соответственно, заходят в нашу реку. В нашей реке все равно ловили. И когда-то, даже в тех временах, да, в давних, и стерлядь ловили, и осетра ловили. Много разной рыбы, да? Того же налима очень много. Ну, основная рыба – это щука, платва, окунь, карась, скажем так, уклейка. Уклейки тоже очень много. Это, как многие называют, верхоплавка, уклейка. Но, сразу скажу, не надо в этом путать. Это разные виды рыб тоже. Уклейка и верхоплавка. Слушайте, очень много нюансов. Столько много секретов. А вот все-таки не удержусь от такого вопроса. Многие люди не считают рыбную ловлю за спорт. В чем здесь заключается спорт? Какие есть правила? Какие есть критерии в соревнованиях? Ну, опять же, скажем так, конечно, поначалу я не вдавался в это особо тоже сильно. Да, и как бы спорт. Для меня лично в детстве был спорт – это плавание. Да, плавание, там, еще какие-то, быть, скейтболом я когда-то занимался. Вроде спорт, спорт, спорт. Что такое рыбалка? Опять же, понимаете, вы вкладываете не только какую-то, скажем, силу в это, да? Опять же, попробуй помаши два с половиной часа удочкой. Вот просто вот это вот действие поделать. Помаши, попробуй два часа. Это очень сложно, на самом деле. И опять же, понимание. Понимание спортивной рыбалки. Вы знаете, порой вот обычный обыватель, да, обычный любитель, к нему подходишь, ему говоришь, там, ну, давай сделай так. Вот, грубо говоря, там, тебе надо прикормить, потом, там, тебе надо шарик поменьше сделать, побольше сделать, прикормки именно. Человек, да ладно, и так сойдет. Ну, я говорю, ну, смотри, я сейчас сяду рядом, я тебе покажу мастер-класс. Что такое, действительно, как грамотно надо поступить. Это идет все из того, что надо изучать повадки рыбы. Не просто так. Сабанеев написал несколько томов об этом. Это, кстати, очень интересно, почитать Сабанеева. Хоть это было очень давно, но эти повадки практически не изменились. Они меняются только, они совершенствуются только в том, что сейчас приходят новые производители тех же прикормок. Скажем так, рыба привыкает просто к этому. Если раньше человек мог прикормить, там, хлебушка побросать, да, там, пшенички, еще что-то, то сейчас нет. Сейчас уже рыба на это не будет особо сильно реагировать. У нее другие предпочтения. Как и человек, она начинает привыкать. Она тоже развивается? Конечно, конечно, рыба тоже развивается. Любой организм на нашей планете, я считаю, он развивается. Он дальше начинает прогрессировать. Так же, как и рыба. И каждый, что интересно, каждый водоем по-своему интересен. Например, наше озеро Боровое. Там, вот у меня была последняя очень интересная рыбалка на озере Боровом. Я успел половить ровно один день. Вот по последнему льду буквально три дня назад я там половил. Шикарная была рыбалка. Клевала крупная платва весом до 300 грамм. Такая прям вообще изумительная платва. Ну, а сейчас в связи с обстановкой льда, конечно же, все, проход запрещен. Да, и давайте не будем, и всем я хочу сказать, чтобы, ну, давайте не будем рисковать своими жизнями, потому что сейчас смотришь новости в интернете, да, сколько человек погибает. Очень страшно. Становится действительно страшно от этого. Очень много своих вот этих нюансов. Хотелось бы, чтобы люди думали более, скажем так, приходили к тому, что где-то есть грань, да, того, что можно выйти. Разумный риск. Разумный риск. Да, 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 да. А все-таки вот, Артем, я повторюсь, а какие правила в этих соревнованиях есть, какие критерии, вот за счет чего ты стал двухкратным вице-чемпионом, что там необходимо достичь, какие нормативы выполнить и так далее. Все начинается с того, что мы приезжаем на соревнования, собирается много народу, естественно, судьи. Также, конечно же, на соревнованиях присутствуют судьи. Есть несколько разных категорий судей. Вот, категория зависит от того, что, опять же, сколько судья уже отсудил соревнований, да, и, скажем так, судейская категория дает нам, самим же спортсменам, да, дальнейшее продвижение именно по разрядной линии. То есть, допустим, всероссийский судья приезжает на соревнования, то есть, ага, это уже соревнования, где можно выполнить либо кандидата в мастера спорта, если хорошо выступить, либо уже мастера спорта. Вот. Международного мастера спорта, ну, как сами понимаете, можно выполнить на международных соревнованиях. Кстати говоря, в России очень много международных мастеров спорта. Мне кажется, если я не ошибаюсь, их может быть даже больше всех в мире. Ну, могу ошибаться, конечно, не хочу быть голословным, но мне так кажется, что больше всего в мире, потому что Россия выступает очень хорошо. Ну, там какое-то определенное время дает, за которое необходимо поймать чем больше, тем лучше, да? Да, да. У нас, получается, соревнования проходят всегда в два тура. То есть, это есть регламент, прописанный полностью регламент, все поминутно прописано. Во сколько у нас про собрания, во сколько у нас проходит жеребьевка, именно секторов, в которых мы будем ловить, жребий тянут капитаны команд. В команде три человека. Если это, конечно, командные соревнования, личные есть командные, а есть лично командные соревнования. Обычно мы, конечно, участвуем в лично командных, так лучше проводить. Капитан тянет жребий, вот, допустим, мне там одна зона достается, ему другая, и третьему следующая. И потом мы тянем жребий, какой сектор еще нам выпадет. То есть, есть три зоны, А, Б, В, допустим, и еще какой сектор выпадет. То есть, там, допустим, 100 секторов, эти 100 секторов делятся там, ну, пусть 90 там возьмем, на 3 делим, да, и получается, вот, кто куда попадет. И, опять же, вот, допустим, я в своей зоне выступаю, занимаю, допустим, первое место, у меня единичка. У меня там вес, допустим, 2 килограмма получается. В другой зоне, в зоне Б, допустим, да, 3 килограмма, тоже человек первое место занимает. В следующей зоне 4 килограмма. И тут уже таблица получается так, что в первом туре по весу, неважно, что я первое место занял, по весу я, получается, третий. То есть, у меня 2 килограмма, 3-4 килограмма. Все решает, конечно же, второй тур, как отловятся люди во втором туре. Потому что порой можно слететь очень сильно. Ты был в первом туре, допустим, первый, а второй тур ты можешь отлететь там на какое-нибудь десятое место в зоне. Я перебью ради вопроса дилетанта. Вот я мало что понимаю в этом деле. Но ведь в вашем виде спорта достаточно большой элемент везения. Это как вот в кинокомедии «Бриллиантовая рука». Семен Семенович Горбунков у белой скалы или у черных камней выбрал удачное место, поперло, клиент забыл все на свете. Вот есть этот элемент везения? Знаете, элемент везения, он есть во всем абсолютно. Мне кажется, он в любом спорте присутствует. В рыболовном спорте, наверное, он чуть выше. Но элемент понимания надо, естественно, чтобы он тоже присутствовал. В этом и заключается изюминка рыболовного спорта. Что у вас должно быть понимание. Вы можете не иметь какие-то... Конечно, если ты имеешь огромный финансовый ресурс, да, у тебя дорогие снасти, все. Но если ты не имеешь понимания в рыболовном спорте и как построить все, да, как грамотно замешать прикормку, проанализировать ситуацию с водоемом, с тем же, скажем так, временем года, да. Времена года очень тоже влияют на активность рыбы, на клев, на все влияют. То есть надо все это подобрать. То есть определенный ключик. Элемент везения, я сказал, 60%. Вот где-то 60% получается. А вот остальные 40% – это значит мастерство, понимание повадок рыб и прочее, прочее, прочее. Да, да. Что называется? Да, объективно, да. Это именно, вот как я и сказал, повторюсь, это понимание рыболовного спорта. К этому прийти достаточно тяжело. Действительно, если хочешь заниматься, будешь заниматься этим. Можно также, конечно же, я начинал это... Честно, у меня не было какого-то всегда сильного тренерского состава, чтобы мне кто-то в этом подсказывал. Я учился, грубо говоря, на коленке. То есть я смотрел, как делают люди, и повторял. Может быть, это как-то получалось неказисто. Может, что-то действительно у меня не получалось. Но я смотрел, делал, я учился. Я смотрел видеоролики в интернете. Действительно, спортсменов, которые в этом понимают. Они очень грамотно рассказывают об этом. Действительно, люди высочайшего класса. Тот же Станислав Посланчик. Он многократный чемпион мира. Я человек, который, кстати говоря, меня очень поддерживал в рыболовном спорте. На минуточку. У меня появилось спонсорство в дальнейшем. Когда я стал занимать места призовые, на меня обратили внимание. Мне было очень приятно. Действительно, что на меня люди из Москвы, московская команда, и люди, у которых есть своя компания по разработке тех же прикормок, а это, извините на минуточку, это очень дорого, это целый химический состав надо разработать. Прикормка – это тоже химсостав. Действительно. Здесь и интеллект необходимо включать, и знания, и умения. Конечно, конечно. То есть вот у них стоят свои заводы. Там сидят люди, химики, работают. Они получают за это зарплату. Это не просто так, это очень сложно. Подобрать состав прикормок. Именно выбить вот это лидерство. Это, понимаете, это все с годами идет. То есть первый раз у них первая партия не получилась, вторая получилась, третья тоже может не получиться. И потом они добиваются вот этого состава, чтобы приманить рыбу. И обыграть других конкурентов, у которых другая прикормка. Как все сложно. А я-то думал. А вот еще, Артем, вопрос такой. Я уважаю увлеченных людей. И специалистов, которые в какой-либо области понимают больше тебя там на порядок. Не будем обижать представителей других видов спорта, и увлеченных людей другими хобби. А все-таки в чем преимущество рыболовного спорта, на твой взгляд? Скажем так, как и повторюсь, наверное, да. Можно повторяться. Это приобщение к природе. То есть ты, грубо говоря, своего ребенка, даже вот ты отец, и своего ребенка ты приобщаешь к природе. Это очень важно. Ты ребенку говоришь, слушай, здесь нельзя мусор кидать. Ну, подумай, что будет дальше. Когда ты кинул, другой кинул, да. И вот эти вот мусорные кучи будут копиться. Я хочу сказать, просто мы приезжаем на рыбалку, мы эти мусорные кучи либо с собой забираем, либо сжигаем их за другими. Но это свинство просто получается, когда вы оставляете такие кучи мусора. Ведь, ну, взял в багажник, кинул этот мешок и довез его. Конечно. Ты очень интересно рассказывал про эти соревнования. А в каких именно соревнованиях тебе довелось принимать участие? Где довелось побывать? В каких регионах, в каких соревнованиях? Мне довелось побывать действительно во многих регионах, скажем так, Москва, Кострома, Нижний Новгород, Дзержинск. Основные соревнования в Нижнем, конечно, приходят. Также у нас в городе проходили раньше соревнования. Очень хорошие соревнования. Мы проводили, то есть народ приходил, также с призами, все. У нас были отличные соревнования. Но, естественно, пока существовала Федерация Рыболовного Спорта. К сожалению, все это закончилось на той ноте, что некому стало заниматься Федерация Рыболовного Спорта. Это огромный груз, и, конечно же, нужна финансовая поддержка для этого. Да, как и везде. Да, в любом спорте. Кстати, вот на слуху в социальных сетях не так давно было приглашение на соревнования на Вознесенском пруду. Большой такой водоем и так далее. А там тоже принимал участие? Или это мелковато? Знаете, есть действительно соревнования спортивные, есть любительские. Это у нас, как у спортсменов, тоже есть разделение. Понимаете, мы можем приехать туда, как спортсмены половить. То есть, ну, объективно, мы приехали, то есть, зарегистрировались, да, там сказали, ребята, все, идите ловите рыбу. Ну, и когда ты приходишь взвешивать рыбу и понимаешь, что ты спортсмен, да, и видишь, что никто вокруг тебя не ловит, и люди приносят с собой мешки по 5 килограмм рыбы, ну, знаете, это сброс рыбы называется. Это не настоящие соревнования. А вот последние соревнования, где и когда они проводились, в которых ты принимал участие? Последние соревнования были очень интересные. Я принимал второй раз в жизни в этих соревнованиях свое участие. Это Чикаловская рыбалка 2 марта была. Безумно интересное соревнование, в котором приняло участие почти полторы тысячи человек. Да, ну, если брать вместе, наверное, с судьями, да, с организацией, то, наверное, вообще две тысячи человек получается. А спортсменов было, если я не ошибаюсь, тысяча четыреста, может, сорок три, вот где-то так вот, и сорок восемь стран мира. Ничего себе! Да, то есть там действительно были и негры, и, скажем так, азиаты. Много-много-много разных стран было, да, вот именно кто приезжает на учебу, кто вообще переехал в Россию жить. Также немцы, французы, итальянцы, испанцы. Много народу было, действительно много. Для них сделали отдельную зону. Очень было, конечно, интересно за ними наблюдать, потому что для них это тоже все в диковинку. Экзотика, да. Экзотика, конечно. Они, а как это так? Зимний, по сути дела, зимняя рыбалка, они зимы не видели. Не видели. Честно, смешной момент, что наши друзья там из Нигерии или еще там вот откуда-то, да, из этих вот стран, на них посмотришь, мы все в сапогах, в бушлатах там сидим, в этих профессиональных костюмах, они идут в кроссовках, чуть ли не в шортах, на них посмотришь, господи, что это такое? Нет, ну, люди не знают, что это такое, люди к этому не привыкли. Но им было очень интересно. У них в глаза, глаза горели. Действительно, было видно вот этот вот азарт попробовать. Не просто же так они приехали посмотреть, поучиться. Многие рыбу поймали тоже. Молодцы, ребята. Я вот честно, я горжусь, я очень горжусь, что... И, кстати говоря, на этих соревнованиях был поставлен официально, зафиксирован губернатором Нижегородской области и книгой «Россия» рекорд по численности рыболовов. Так это на Волге было? Это было на Горьковском водохранилище в прекрасном городе Чкаловск. А губернатор также присутствовал на этих соревнованиях? Да, губернатор присутствовал. Также приезжал Виктор Бычков. Скажем так, это очень хороший актер, который снимался в фильме... Кузьмич играл. Кузьмич, да, наш дорогой Кузьмич, да, который снимался в особенности национальной охоты, рыбалки. И, конечно же, Конюхов тоже присутствовал. Вот что для меня было интересно. Вот знаменитый путешественник. Путешественник Конюхов, да. Какое место занял? Конечно, хотелось бы занять первое место. Но занял второе место. Я, конечно, не расстраиваюсь. Впереди еще много соревнований. Я надеюсь, я на эти соревнования еще попаду. Вот это прекрасно. Чуть ли не полторы тысячи участников со всего света, да? Да. Второе место. Так вот, чем награждают победителей и призеров таких соревнований? Ну, скажем так, это был 15-й международный фестиваль, то есть юбилейный фестиваль, именно вот как раз Чкалову награждали. Первое место – снегоход. Второе место – мотособака. И третье место – палатка, что-то еще такое. То есть, ну, честно, честно, призы хорошие, очень хорошие. И призов фон был хороший. Я задумался, не стать ли на старости лет. Храбаком. Значит, понятно. А вот какой самый большой улов в твоей жизни случился, или что запомнилось больше всего? Не только вот в этом последнем соревновании, а вообще с того времени, как только ты стал заниматься рыболовным спортом. Самый большой улов и самое большое впечатление. – Знаете, впечатления вообще, они от рыбалки всегда есть. Вообще от любой рыбалки. То ли это спорт, то ли это любительская рыбалка. Когда ты едешь на обычную любительскую рыбалку, вы знаете, в этом есть своя романтика. Ты приезжаешь на машине, накачиваешь лодку, находишься в коллективе, который тебе очень дорог, который ты очень любишь. Вы накачиваете лодку все вместе и плывете, допустим, на какой-то остров. Размещаетесь с палатками совсем там, отдыхаете, ловите рыбу, общаетесь. Всегда впечатление есть. Я не могу сказать, что от какой-то рыбалки я не получаю. Даже если я не ловлю рыбу, я получаю впечатление. Неважно. А основные такие рыбалки, да, конечно, приятно поймать. Хороший улов привезти домой, чтобы все так... Вот это ты молодец, вот это у тебя улов. Ну, как... Или бывает как... Ну, как всегда, привез целую ванну рыбы, что с ней делать? Правильно. Да. Ну, скажем так, рыбу мы товарищам раздаем, бывает так, нам не жалко. Вот. Самая крупная, да, я понимаю, о чем вы хотите спросить. Самая крупная рыба, ну, наверное, у меня в том году была карп на 12800 у меня был. Так это маленький поросенок. Да, это прям вот... Вот честно, это маленький поросеночек, такой прям хороший маленький поросеночек. Вот. Здорово. Особо сильно я не увлекался никогда, не гнался за трофеями за какими-то, да. Если клюнет, значит, клюнет. Я... Когда вы находитесь в спорте, вы не ловите трофеи. Вы можете вылезти именно на соревнованиях, поймать много мелкой рыбы и занять первое место. А можно часами сидеть, ждать, там, вот этого поросенка, он не клюнет. И все проиграет. Понятно. Ну, вот я смотрю, я сам действительно, вот слушая, увлекся. Но у каждого вида спорта, у каждого увлечения, у каждого хобби есть свои затраты. Это, наверное, все-таки не дешевое удовольствие и снасти, и поездки. А есть ли у вас спонсоры? Спонсоры, безусловно, да. У меня с 2020 по 2020, так, с 2019 по 2023 год я работал как раз-таки с компанией Fishbait. Станислав Посланчик являлся директором этой компании. Станислав Посланчик, как я уже говорил, чемпион мира неоднократно. Это московская фирма? Это московская фирма, да. Они меня спонсировали прикормкой. То есть ему не жалко было ни прикормки, ни каких-то ароматизаторов, которые нужны именно. А ароматизаторы тоже. Это все очень дорого. Чем могли, тем помогали. Я звонил человеку. Человек мне по линиям, допустим, по каким-то там, по почте, по той же, высылал. Вот именно вот эту вот прикормку. Спонсировал. Это все было, скажем так, ну, я скажу это безвозмездно. Потому что я сотрудничал с фирмой. Единственное от меня, что требовалось, писать отчеты о своих рыбалках, да, и делать как бы небольшую рекламу. Но, скажем так, знаете, написать о хорошей рыбалке, да я и так о ней напишу. И без рекламы напишу. Вот, скажем так. Прекрасно. Ну, и традиционный вопрос. Артем, какие планы на будущее, какие мечты у тебя связаны с рыбной ловлей? Куда стремиться нам можно? Тебе, мне, всему городу? Знаете, планов в действительности очень много. Планы грандиозные. Конечно бы хотелось, безусловно, хотелось в нашем городе развивать рыбалонный спорт, приобщать общественность к этому. Я думаю, людям это было бы интересно. Ведь по статистике, если так вот посмотреть и взять, каждый третий в нашей стране знает вообще, что такое рыбалка. Да и я даже больше скажу, занимается рыбалкой, ходит на рыбалку. Вот. В нашем городе мне, конечно, хотелось бы, чтобы действительно, может быть, попробовать в дальнейшем создать федерацию рыболовного спорта нашего города. Я понимаю, что у нас это было, но это было не безуспешно. Я же смог как-то дальше расти. И, конечно, это благодаря нашей федерации, которая мне помогла. Федерация меня привела, по сути, именно в рыболовный спорт. Неважно, что сейчас у нас что-то не получилось. Но коллектив, который у нас был, он так и остался. У нас очень хороший, дружный рыболовный коллектив. То есть, основа есть. Основа есть. И есть люди, которые хотят этим заниматься. Есть люди, которые даже будут поддерживать, скажем так, и федерацию. Так как есть у меня лично хорошие друзья-товарищи, которые имеют свои рыболовные магазины, хозяева рыболовных магазинов, и они готовы поддерживать федерацию. Конечно, хотелось бы получить поддержку от администрации. Это безусловно. Это в любом спорте, в любом городе хотелось бы это получать. Ну и также, конечно, у нас с Сарой. Основной момент, что хочу отметить, если все сложится, при хороших обстоятельствах, если наша администрация также даст добро, в этом году мы согласовали это с депутатами Законодательного собрания Нижегородской области, Коммунистической партии, запустить рыбу в озеро Боровое, запустить большое достаточное количество рыбы, так как опыт уже имеется. В восьми регионах депутаты уже давали деньги на это, и также Комитет по экологии не имеет никаких протестов против этого. Будем пробовать, будем стараться. Если это получится, это будет замечательно. Я думаю, люди оценят это. И напоследок. Кстати, Артем, а ты женат у нас? На данный момент нет еще. Ну, вот тогда остается пожелать тебе поймать красивую русалку с длинными ногами. Спасибо большое, Иван Иванович. Субтитры создавал DimaTorzok